С початку деловая встреча у Абла Ваконками, потом наведывание перепроцовщего предприемства. Акционерное товариство «Мелковито» на рынке уже больше 35 годов. И за этот час не только освоил значный ассортимент, а и был опыт по творчеству запотребованной на внешних рынках продукции. Что день на «Мелковито» перепроцовывается до 650 тонн молока. Для сравнения, это больше 60 высоких автоцистернов. Причем, для того, как молоко было свежим, его привозят троечный день, после ранечный, дённый и вечерний доек. У складе делегации Узбекистана, представники администрации и деловых колодьевых областей, Новоиской и Андежанской, на молокоперепроцовщем предприемстве, размыва об вырабляемом ассортименте и махчимых поставках белорусской продукции, с увлеком того, что зараз «Мелковито» поставляя продукцию у Китай, Узбекистан так само может разглядаться как потенциальный партнер. Хоть больше примальный для этой краины вариант – бытовництво уластного завода по белорусских технологиях и с допомогой гомельских специалистов. У нас есть вариант, есть пустующие площади, есть пустующие фермерские хозяйства, которые мы можем вам предоставить. И на этих же площадях с помощью вашего опыта начать производство и переработки молочных продуктов. Бадай, самая значная проблема, якая может возникнуть при реализации такого проекта, односно низкие объемы молока, якое может поставляться на новую его творчесть. По приблизных подлигах размыва идея не дяб 12 тонн в сутки, этого 50 разов меньше, чем перепрацовывается зараз у гомеля. Хоть отмывляться от идеи, баки покой не сбираются, необходимо разглядать розные варианты. Рынок молочной продукции Узбекистана достатково емистый, и белорусские предприемства еще могут занять на им свою нишу. А в сфере инших интересов деловых колов Узбекистана можно мерковать по списке предприемств, представники яких были запрошены на контактно-кооперационную биржу, организованную гомельским отделением белорусской гандлево-промысловой палаты, сельско-гаспадачная машинобудование, жилевое и дорожное будовництво, нафтохимичные и харчовые вырыбы. Экономичное сопротивление с Узбекистаном может быть вельми масштабным. По коль этой краиной не уходите у легко основных внешнеэкономичных партнеров в области, а либо кима намер выправить эту ситуацию. У период с 10-го до 15-го версии этого года Узбекистан наведает делегация Гомельщины, якая максимально презентуя потенциал региона. И в Самарканде, и в Ташкентской области мы хотим представить потенциал Гомельской области, и поэтому хотим показать, что у нас разные сферы развиты, и, естественно, презентовать нашу область как крупную промышленную область, и предложить варианты сотрудничества. Плюс мы подписываем соглашение с Самаркандской торгово-промышленной палатой. Адик Сентеров, Игорь Маришенко, Телерадо и компания Гомель.